всем привет мои юные любители мазохизма в данном видео я вам покажу 10 страйф карт на которых очень хорошо будет обучиться понять механику понять физику увеличить свои скилзы либо просто хорошо провести время они будут представлены не топом просто в рандомном порядке расставлены так что давайте начнем итак первая карта он старквите 1 это целая серия карт которая нумерована последним числом 15 но на деле их всего 11 видимо некоторые карты удалили собственно спойлерить никакие роуты либо варианты среза и так далее и так далее я не буду поэтому просто пройдемся на нее посмотрим с этой карты сам я начинал и честно признаюсь она достаточно уникальная для любого скилла тут можно проходить многими способами очень много мест где можно хорошо срезать очень много мест где именно набирая огромную скорость можно срезать и в принципе путь или прохождение пешком тоже имеется если вы совсем новичок эту карту я сто процентов рекомендую к прохождению и на ней очень хорошо будет заметен именно ваш рост скилла давайте дойдем до конца как мы видим везде можно упасть я падать не буду потому что везде килл триггер и это тоже это возможно будет вас бесить первое время но по истечению времени вас это будет диска беспокоить в меньшей степени такая вот карта незамысловатая везде можно упасть нужно быть предельно аккуратным аккуратным и в конце вот у нас и динкс но ты в финг and собственно такая карта давайте перейдем следующий следующая карта у нас был хайвэй достаточно старая карта как собственно и порнстар крюки с нее я тоже начинал на нее тоже очень много времени провел тут сразу же будет видно что есть место для пиджампа по этой плоскости везде можно прыгать разгоняться набирать начальную скорость и также имеется здесь ну практически вариант прохождения пешком спойлерить опять же некоторые тонкости я не буду вы сами при желании все это можете изучить тут уже такая более рельефная карта имеется у нас рампы некоторые плоскости для даблджампов классные горгуль и статуи маппер очень классный не знаю честно говоря куда он поднимался видим нас что есть вариант где-то тут как туда попасть вы тоже можете сами разобраться тоже тут везде рампы даблджампы и опять же можно просто проходить все это пешком не обязательно иметь бы высокую скорость в лаву и конечно же если вы упадете по вас убьет имеются окошки для сокращения пути чтобы по падам не прыгать чтобы именно сохранять более центральную траекторию но я тут уж конечно спойлер спойлер ну торопиться здесь не стоит эти окошки не особо изобильны на высоких скоростях и здесь собственно финиш тоже очень хорошие карты на ней тоже очень классно отслеживать именно дина динамику вашего скилла третья карта представлена французским майпером капкорбом называется на силу он тут уже она более многогранно более многоэтажно если так можно выразиться тоже можно пройти собственно пешком но на этой карте уже нужно прикладывать некоторые усилия для этого существует cpm дорожка с даблджампом соответственно от рампы и туда существует vq3 дорожка в этом плане капкор большой молодец и сделал оптимизацию на обе физики чтобы залететь cpm тут уже просто так у вас не получится с маленькой скоростью вам все-таки нужно будет некоторые скилзы проявлять vq3 естественно тут все более просто каком-то смысле тут также для vq3 имеются джемпады ну либо для cpm если вы не можете залететь с этой рампы тут уже именно на повороты очень хорош хорошо оттачивать механику ну и не только на повороты на даблджамп и на углы рам чтобы сохранять наибольшее количество скорости и все под такое подобное в общем-то карта тоже очень хорошо подходит для начальных и высоких скилов четвертой картой по счету у нас будет гост ловит 2 тоже очень интересная карта все будет напрямую зависеть от вашего скилла можно проходить как по низу так и по верху мы уже сразу видим какую же многоэтажность как у капкорба ну тут многоэтажность более в прямом смысле можно пройти сбоку можно пройти по середине все будет целиком на ваше усмотрение и на ваше желание есть еще путь какой-то сбоку все это вы можете сами протестировать как-то быстрее все исполнить и как быстрее пройти карту собственно карта достаточно простая я уже там немножко попроходил карта достаточно простая вот у нас здесь вот линия финиша и собственно тоже очень много тут вариантов для разных скиллов так что пробуйте пытайтесь и отслеживайте свою динамику вместе с этой картой еще одна карта от госта пост стрейф 9 отличный уже дизайн у нас тут мигающие полосочки очень классный красивый skybox по моему насколько я знаю он делал его сам это очень похвально для того времени эта карта тоже наполнена сюрпризами в плане изучения для скилла потому что здесь очень много спейсингов очень много вариантов несмотря на то что она достаточно прямолинейно тут есть такие вот особенности как промежутки в карте которые могут в которой вы можете упасть и не дойти до финала финал в общем то у нас уже видно и здесь вам нужно будет очень хорошо продумывать свой путь если вы начинающий то в принципе путь не так уж и сложен но если вы игрок достаточно высокого скилла вам придется тут призадуматься задуматься вообще можно на старте мне по моему даже сделать приджам чтобы получить боль большую начальную скорость но незначительную и вот здесь в конце вот этот рубеж он долетается далеко не каждым и уже нужно иметь какой-то свой запас по скорости там у нас финиш и и сверху кстати говоря многие пытались но никто не долетал может быть вы будете следующий следующая карта дуэт уже известных нам мапперов это порнстар и гост сделали они ее вместе кто какую часть сделал честно говоря не знаю видимо уже некоторые фаллические символы что присуще скорее всего порнстару исходя собственно из его ника эта карта длительностью около 7-8 минут все будет зависеть от вас я ее всю естественно проходить сейчас не буду просто покажу допустим старт что нам дают здесь сразу же толчок если мы никуда не прилетаем то нас выкидывает уже есть тут свои особенности свои приколюшки можно использовать рампу против полететь дальше в принципе пешком для для невысоких скиллов тоже это все отлично проходится видим что мы человечку назад с длинными руками которые идут перетекать в другого человечка видимо нек некие такие сиамские близнецы здесь у нас джампад который кидает нас другому джампаду и который кидает нас уже непосредственно основной части карты дальше в принципе я думал вы сможете изучить сам сами если заинтересуетесь карта очень хорошая если вдруг вы играете в ику-3 есть версия для в ику-3 физики где не будет лишних рамп все будет оптимизировано так что дерзайте все в ваших руках далее у нас следует карта ловита известный шведский маппер называется она short shit 2 собственно она действительно короткая и для некоторых возможно и правда щит но имеет свои особенности и свои приколы если вы хотите пройти ее быстро сам дизайн само исполнение карты достаточно простое но не стоит как бы думать заранее о ней плохо на самом деле эта карта вмещает в себя очень большой диапазон для скилла если вы достаточно скилловый точнее если вы слабого скилла вы в принципе даже можете не понять как поставить тот быстрый рекорд потому что все зависит завязано на спейсингах вот у нас собственно уже финиш карта достаточно быстрая около 10-12 секунд насколько я могу помнить в общем то тоже пробуйте карта очень хорошая и на нее тоже своему счастью проводил много времени и познавал некоторые хитрости закончили мы в целом с европейскими мапперами далее у нас карта жана многие его знают как просто роман он имеет в своей коллекции своих карт и с упоминанием себя более 200 карт так что опыта у него хватает и вот здесь у нас не самая техничная не самое возможно сложное но очень интересная карта которая называется жан курви в общем то она построена из вот таких дуг это как раз к вопросу тренировки плавных поворотов мышью именно боковыми стрейфами многих возникали сложности при таких поворотах поэтому эта карта для начала отлично подойдет чтобы повернуть сюда сменить траекторию повернуть туда и в общем то тут даже все подстроено под вашу скорость так что опять же пробуйте играйте и да прибудет с вами сила переходим к следующему русскоязычному мапперу он же эффект карта сделанная для шторма очень хорошие человеки стрейфер и тут же сразу нам бросается такой квадрат на котором можно делать сильный при джам но не факт что нужно карта также проходится любыми скиллами на ней у меня пост был поставлен первый мой в жизни мировой рекорд именно на стрейфе потому что она мне в свое время очень понравилось она также как и все остальные достаточно многогранно подходит очень хорошо для тренировки снаппинга именно стрейфа по снап зонам посередине есть вот такая условно говоря тите ее назовем ее тоже можно использовать так что будьте осторожны при выборе роутов если вдруг ваш скилл позволяет набирать очень высокие скорости почему бы не придумать как использовать данную округлость есть также срез до чтобы не обходить я прыгать не рискнул мало ли не долечу с одного прыжка но обойти тоже всегда можно карта достаточно простая опять же для слабых скиллов для средних скиллов если вы достаточно техничный стрейфер вам она тоже должна понравиться есть конечно же некоторые моменты которые будут бесить но все опять же будет зависеть от вас от вашего спейсинга от вашей скорости винить маппера ни в коем случае не стоит так что вот он финиш пробуйте и удачи вам на ней потому что она действительно очень интересная если разобраться ну и заключительная карта в нашем списке на сегодня это гвн многие ее уже успели узнать по первому взгляду на самом деле карта очень даже хорошая и не стоит недооценивать ее вот эту прямоту во первых она отлично подходит для тест для теста собственного скилла собственных возможностей в плане снаппинга она позволяет вам потренировать перемещение по снапу оттягивание снап зон в принципе перемещение по ходу по набору скорости и вообще в принципе все что связано с трейфом кроме естественно поворотов потому что она прямая поворачивать тут некуда также полезно будет и выкутришникам и цепеймерам в первую очередь я думаю потому что оттягивать зоны здесь придется чуть ли не дважды за один прыжок по итогу в конце многие топовые игроки на ней играли и собственно я вам тоже предлагаю с ней ознакомиться для начала чтобы понять как чего работает тоже отлично подойдет так что удачи на этом все надеюсь это видео было для вас полезным в этом случае обязательно ставьте свой фидбэк будь он положительный или негативный в любом случае я прочту она некоторые поставлю даже может быть лайки в общем то всем спасибо старайтесь лучше всем до встречи всем пока до встречи всем пока